Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, и это игра Cave Blazers. Мы сегодня немножечко поиграем в неё, посмотрим, что за игрушка, я расскажу про неё. Игрушка уже давно вышла, но вот я что-то только-только на неё нарвался, и так как я люблю подобные рогалики в такой пиксельной графике, и где можно, так скажем, позадротить в приятную сторону, да, с всяческими оружием, скиллами, возможностями, прокачкой, ачивками, боссами, торговцами, там, и скиллухой. Вот всё, когда это вместе, это такие игры затягивают, и я довольно-таки надолго, поэтому давайте сегодня немножечко поиграем, посмотрим. И сразу могу сказать, игрушка полностью на английском языке, и если я что-то неправильно пойму или что-то неправильно сделаю, ребят, так как у меня английский совершенно на низком уровне, пожалуйста, не бомбите по поводу этого, и все комментарии типа «выучи английский» будут, ну, будут с моей стороны негативно восприниматься, потому что я вас предупредил. Ну что ж, давайте начнём. Управление здесь полностью на клавиатуре, поэтому довольно-таки, ну, как сказать, сложно привыкнуть. Во-первых, конечно же, если бы был геймпад у меня, то было бы, скорее всего, легче, потому что игрушка всё-таки заточена под геймпад. Когда вы начинаете, вы можете выбрать несколько вариантов своего, так сказать, не то что развития, а своего вида. Вот здесь вот можно выбрать, допустим, и прическу, бороду, шлем, да, то есть, при том, некоторые вещи открываются со временем, когда вы прокачиваете. Допустим, вот здесь вот видите, шлемы всячески разные, вот я хочу врагатым всё-таки быть. Допустим, также костюмчики со временем разные открываются, да, то есть, ну, вот, можно, допустим, вот такое вот, пока что у меня будет... А штаны, интересно, у меня есть какие-нибудь? Ну-ка, да, вот голубые, блю! Также движение, и, конечно же, вы можете драться, так сказать, в ближнюю бою, да, то есть, мечом, и стрелять луком, то есть, у вас изначально есть лук. При этом со временем появляются перки, ачивочки, которые вы можете также открывать и, ну, как бы брать с собой, да, то есть, вот, допустим, с... Ачив... Ну... Ачивка... Нет, не ачивка, а как это называется-то? Перк, вот, перка лучника, да, двойного прыжка, ещё что-то элементалист какой-то, да, то есть, адвенчурер, то есть, ну, вот, понимаете, как-то такие варианты. Также здесь вот есть вот вход уже в подземелье, и, как бы, как бы это сказать, начать с того места, где вы закончили, как-то так, наверное, это называется, да, то есть, такая вот помощь вам, так скажем. Но мы, конечно же, начнём с самого начала, потому что я недалеко прошёл, и сил у меня не хватило. Вот так же можно встретить вот такие вот скиллы, вот так скажем, да, то есть, можно так... И мы получаем вот именно вот эту вот прибавочку только... Только на этот уровень, не забывайте, то есть, это не появляется у вас навсегда, да, то есть, но... Тут надо эти... Оп! Даже сдохнуть! Так, я пока не хочу... Разбиться здесь невозможно, но... Но надо всё равно быть аккуратней, да, то есть, вы можете просто приземлиться на каком-то монстре и... И получить урон. И вот, честно, сложно вообще, на самом деле... Сложно, на самом деле, сказать, чем такие игры цепляют, да, то есть, ну, лично меня, допустим. Есть! Летучий уши подбил. Чем цепляют такие вот игры? Честно, не знаю. Вот очень сложно рассказать, объяснить как-то... Во-во-во-во, вас чё как много-то тут? Да вот! Во-во-во, вы видели, у меня какой-то скилл, что ли, появился, то есть, он по нескольким бьёт. Также у нас есть, конечно же, жизни и инвентарь. Да, инвентарь, в котором вы можете выпить вот разнообразные бутылки, которые непонятно что дают. Также вы можете находить кучу скиллов. Ой, не скиллов, а вещей. Допустим, вот магическое кольцо, которое даёт нам Magic Charge и Magic Damage. Конечно же, мы одеваем его. Также куча-куча... Во-во-во, вот эта вот штука опасная. Это как бы бомбер, да? То есть, ну, грубо говоря, он на вас прыгает и взрывается, когда вы с ним соприкасаетесь. Конечно, если вы его раньше не убьёте. Очень кровавая, на самом деле, игрушка. Хоть здесь и пиксельная кровь, но всё равно. Народу вы здесь убиваете очень много и убиваете довольно-таки... Воу! Чё сейчас было такое, а? Так. Надо его сразу убить, пока он... Пока он... Вот, вот это... Вот... Вот это зараза мелкая, да? Вот с этим... Бомбер... Есть, отлично! Так, вон, видите, это, типа, ещё один игрок. Я так понимаю, потому что, честно, я так и не разобрался. Это настоящий игрок или... Эм... Компьютер всё-таки. Мне кажется, всё-таки это компьютер, ребят. Потому что он, ну, себя ведёт так, ну, так скажем... Ну, типа, неадекватно немножечко, да? Или нет? Гоблины! Отлично, зарезал! Есть, отлично! Так, что-то я подобрал... Спайк-трап. Это ловушка, так понимаю, да? То есть её можно установить. Также можно её в инвентарь поставить, допустим, на единичку. И, так скажем, потом завязать. Также, конечно, вы видите, что здесь очень много коробок. И вот сундучки есть, с которых также могут выпасть деньги. Деньги или шмотки. Деньги можно... За деньги можно покупать вещи здесь. Иногда встречаются такие типа тотемов. Можно так их назвать, наверное. Блин, он взял, всех завалил. Так, отлично, ладно. Так, денюжка. Тоже не помешает. Плюс пять. И, конечно же, ребят, здесь вот есть такие вот бутылочки, которые... Точнее, почему конечно же? То есть здесь есть просто такие вот бутылочки, которые непонятно, что дают. Вот, смотрите, 54 монеты мне надо заплатить за то, чтобы получить вот этот амулет. Плюс ближний бой, да? То есть урона и плюс дальнего боя. Как я понимаю. Вот я вот к этому чуваку точно не хочу подходить, потому что он взрывается на сто процентов. Так, еще какая-то... Что-то с жизнями связано. И вот здесь мне, допустим, сложновато. Тут очень много предметов и очень много описаний таких. Ох, вот этот гоблин, кстати, он опасный. Он типа, знаете, как сказать, охотник, да, за вами. То есть он приходит, чтобы вас... Чтобы вас убить. То есть... Есть, отлично, наваляли. То есть он приходит, чтобы вас убить, и он может и стрелять. Ух ты, вот смотрите, видите? Оу. Ну, давай, давай, подбирай эту штуковину. Да, блин. Умирать придется здесь, конечно же, ну, тысячи раз. И, ну, как сказать, это рогалик, да? То есть с каждой вашей смертью вы только прокачиваете. Так, вот видите, урон-то больше, но скорость медленнее, да? То есть... И плюс у лука у меня есть плюс два атаки, а здесь... Блин, как так? Как так-то? А, он кидается, смотрите. Такими взрывными шариками, да? То есть... Хм... А, ладно. Маленькими бомбами, типа, кидается. Но все равно не буду. Лучше лук возьму. С ним, по крайней мере, привычный, что ли. И он, видите, наверху проход. Это уже в следующую карту. Так, мы можем попробовать с вами выпить какую-то из бутылок. Но сразу могу сказать, что... Непонятно, что она даст, да? То есть это, так скажем, на ваш... Как бы это правильно выразиться-то? На ваш страх и риск, да? Но, мне так кажется, в теории можно запомнить цвет... Цвет всех... Воу, воу, воу. Вот это оружие у меня появилось. Прикольно. Там, кстати, запинали, по-моему, последнего чувака. Воу, 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 воу. Так. То есть, каждую бутылочку вы пьете на страх и риск, то есть, первый раз. Но потом можно, типа, запомнить цвет каждой бутылочки и понять, что... Что дает та или иная бутылочка, чтобы... Воу, воу, неплохо, кстати. Очень... Очень... Очень неплохо... Вот эта вот штуковина дерется. Еще какой-то меч. Воу, воу. А, это... Стоп. Честно, часто... Часто путаешь, типа, человек это... Вот он сейчас рванет. Вот, вот. Пускай лучше взрывается, не об меня. Так, здесь за 264. Максимум жизней пополнил. Отлично. Так, какой-то артефакт, опять же, кольцо. А... Можно его... Или не кольцо это, или... Ожире... У-у-у-у. Минус 25 дэмэдж резист. Ну, плюс 15-17 урона. Я, конечно, не буду его одевать, потому что это, ну... Это, наверное, значит, для очень скилловых чуваков, потому что... Блин, вот на ту сторону, по-моему, я... Ах, не смогу забраться, потому что... Вот здесь вот нужно зацепиться, но у меня не получается. Ну, ладно, тогда сюда просто пойдем, и все. Так вот, и... Скорее всего, для скилловых парней, которые точно уверены в том, что... Так скажем... Воу, я там что-то выбил. Какая-то палочка. Эври килл... Максимум хеллк бай один. Че-то... Че-то с жизнями связан там. Опять какая-то штуковина. Ее можно завязать, но ее также можно надеть. То есть, видите, вот... У нас появляется скилл, как бы... Как бы это объяснить-то? Вот в верхнем... В верхнем... В верхнем углу... В верхнем-верхнем углу... Блин, что ж у меня со словами-то? В левом верхнем углу видно, что рядом с луком появился такой, типа, пиробласт какой-то. И вот... Спокойно. Давай-давай. Почему он по мне попал, а? Вот он, видите, зарядился. И сейчас я его, в принципе, смогу, наверное, активировать. Бам! Ну, че-то такое, честно говоря. То есть, он активируется... Ну, я его активирую, да? То есть, его нужно как бы зарядить, и тогда мы воспользуемся. Ну-ка, давайте я лучше ожерелку одену, от него, по-моему, профита больше будет. Так, ладно, сосредоточиться нужно на игре, когда на самом деле болтаешь, начинаешь избиваться, ну, вот как вы и слышали. И так... Оу! Отлично, он молодец. Он, он, он умер ради меня. Так, вот эта клевая штука, она мне поможет подлечиться немножечко. У меня еще какая-то... Похоже, скилл какой-то срабатывает. Оу-у-у, столько оружия, которое бьет сразу по нескольким целям. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Я кучу что-то оружия всякую... Так, вот это что? А... А... Что-то с золотом связано, по-моему. Дэмэдж резист минус, но здесь, вот смотрите, вот такой вот меч есть. Ну-ка его давайте возьмем. А, при том... Стоп, это не меч, это... То есть, какая-то модернизация, типа... Воу-воу-воу. Видели, какой слайм там, да? Ну, давайте его расстреляем просто из лука, потому что... Если... Если... А, вот сюда вот я, видите, не могу никак залезть. Блин. И как мне... Я не могу зацепиться за краешек. Не получается, не получается... Не получается, блин, жалко. Там бы я, наверное... Там бы скиллы были какие-то. Опять я что-то получаю. Я честно не знаю. Чейндж бурнинг... Блин, ну вот туда бы, конечно, наверх слазить, ребят. Есть... Есть здесь способы залезать. Тут можно найти всяческие артефакты, да? Которые дают возможность залезать или взрывать, допустим, вообще территорию, да? Блоки взрывать. Но тут надо это просто найти. И, ребят, что ж, мы пришли к боссу. Я, честно, не знаю, какой босс. Я тут уже встречал довольно-таки много. Так. Фаст атака. Мы плюс 5 мейджик дэмэдж. Чейндж, что слоу таргет. Вот минус 10 дэмэдж резиста. Мне вот это не нравится, но... Так, вот давайте вот это вот возьмем, да? Потому что вот эту бутылочку на двоечку. Потом вот это вот на четверочку. Это на пятерочку. И вот это на шестерочку. Знаете почему? Потому что эти бутылочки у меня будут, как сказать, последний. Последний. Воу! Это... Это нифига себе. Это мне вот так вот нужно делать. Ребята, тут каждый босс... Я вот уже сколько играю, я пытаюсь как-то... Пытаюсь как-то с боссом... Как-то его... Воу-воу-воу! 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 Блин, сложно. А, черт! Черт, 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 черт! Так. У-у-у! Что-то я сделал, да? Включил что-то. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот эту штуку, наверное, можно убить. Да, я взорвал ее. Ну вот откуда я могу знать, что их можно убивать, а? Вот откуда я могу знать, что их можно убивать? Первый раз этого босса встретил. Ну вот откуда я мог знать? Так, спокойненько. Четверочка, давай, пятер... Щит какой-то, пятерочка. Ваа, минус 10 жизней. Ваа! Что-то все плохо, ребятки. Так, уходим, уходим, уходим. Так, еще минус один шарик, отлично. Так, спокойненько, спокойненько. Жизней совсем мало. У него опять пришли эти... У-у-у! Это сейчас что такое было? То есть он шарики свои установил? Ух ты ж! Ну ладно, ничего страшного, я думаю. О, тут сразу два. У-у-у-у! У-у-у-у! Это сейчас... Я не знаю, что сейчас было. Зачем вы... Оп. Так. Этот надо убить. У-у-у! Ну все. Ребят, чуть-чуть, чуть-чуть оставалось. Но, честно, вот скажу, первый раз этого босса встретил. До этого встречал три разнообразных босса. И довольно-таки много. Вот дали мне новую шапочку, да. То есть... Все. Больше ничего, как видите, не дает. Ну и, в принципе, тут можно посмотреть. Есть журнал такой, допустим, сколько боссов. Вот. То есть, я, видите, раз, два, три, четыре, пять... Четыре только вообще босса, да, открыл. И, похоже, здесь есть куда развиваться. Игрушка прикольная, при том, что здесь можно в мультиплеере играть. По крайней мере, в описании в Стиме написано, что мультиплеер есть. Но как играть вместе, честно говоря, я, ну, пока не знаю. И, ну, не получалось мне еще с кем-то поиграть. Так что, игрушка-то прикольная. И если у вас есть возможность в нее поиграть, то обязательно поиграйте. И если вы особенно любите рогалики. Ну и если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте, жмакайте на колокольчик. Иначе вам не будут приходить уведомления о новых видео. И всем всего удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok